Крупные ритейлерские компании по продаже бытовой техники и электроники пытаются привлекать потенциальных покупателей выгодными предложениями по приобретению ходовых позиций в рассрочку без первоначального взноса. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что предложение не такое уж и выгодное. Дело в том, что для оформления кредитного договора необходимо приобрести дополнительные услуги. Месяц назад я купила квартиру и первая покупка, которая планировалась крупная, это стиральная машина. Итак, за первой серьезной покупкой в свое новое жилище Екатерина Деревянко отправилась в ближайший торговый центр в филиал ритейлера бытовой техники и электроники М-Видио. На ценнике было написано 0025, я уточнила, что это, мне рассказали о том, что это рассрочка. Машинка стоит 43 тысячи, таким образом она у вас и получится 43 тысячи без каких-то комиссий банковских. Меня это устроило полностью и, соответственно, мы пошли оформлять машинку уже на кассу. В самый ответственный момент продавец-консультант заявил, чтобы воспользоваться акцией 0025, первое, нужно было приобрести какое-то средство для стиральной машины, и второе, это нужно было приобрести какую-то обязательную услугу, которую предлагает магазин. Екатерина уже решилась на покупку, поэтому из предложенного списка товаров в нагрузку взяла самый дешевый – средство для первой стирки. Для участия в акции 0025 пришлось определяться и с обязательной услугой от магазина, ей стало подключение Самсунга. Эта нехитрая операция заняла у мастера несколько минут, в итоге сумма кредита потянула на 45 с половиной тысяч. Машинку я купила, но не совсем так, как хотела, то есть все равно неприятный осадок остался. В кредитных документах нашлось место и СМС-информированию от почта банка за тысячу рублей. Правда, по нашему совету Екатерина отказалась от этой услуги, написав заявление. Но вернемся к им в видео, проверяем рассказ нашей героини на соответствие действительности в ближайшем к редакции магазине. Не могли бы вы мне подсказать, что 0025 относится к провинциальному взносу? Да, без процента, без процентного взноса, на 20. Это все равно неусловно, да? Ну, предоставим, да. Но главное условие для участия в этом аттракционе невиданной щедрости выясняется перед подписанием кредитного договора. В ответ на запрос редакции в пресс-службе M-Video сообщили, выгода акции рассрочка 0025 для потребителя заключается в том, что ритейлер платит банку проценты за кредит. В виде компенсации за это покупатель приобретает товары из списка в нагрузку. Что касается информирования о существенных условиях этого предложения, нас адресовали к ценникам в магазине и рекламным плакатам. Чтобы уточнить, как именно проводить первичный анализ, обращаемся в УФАС. Федеральным законом о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения, использования. Если при этом искажается смысл информации, вводится потребитель в заблуждение. Оценка рекламы у нас осуществляется с позиции простого потребителя, не обладающего специальными знаниями. А теперь обращаемся к самому подробному из указанных в МВидео источников информации об акции в торговом зале. Итак, вот один из информационных баннеров, на которые наше внимание обратила пресс-служба МВидео. Давайте вместе прочтем, что здесь написано. Текст действительно объясняет, что это на самом деле не рассрочка, а кредит. И кроме того, перечислены основные его условия. Но есть одно но. Рассуждая с точки зрения потребителя, из этого текста я не могу сделать для себя однозначного вывода, что для участия в этой акции мне необходимо приобрести дополнительную услугу или товар. Анализируя представленный материал корреспондентам, видеосъемку, фотографии, ответ от компании МВидео, можно сделать выводы о том, что в данной ситуации отсутствует существенная информация о приобретении товара, об условиях его оплаты, что напрямую нарушает закон о рекламе. Пункт 7 статьи 5 закона о рекламе, собственно говоря, его утверждает о том, что не допускается частичное упущение существенных условий в рекламных материалах. Стоит отметить, что ровно год назад МВидео менеджмент с треском проиграл в касационном суде Уральского округа, пытаясь оспорить штраф антимонопольного управления за нарушение в похожей акции «Умная рассрочка 0,0% в 12 месяцев». Ее реклама была признана вводящей потребителя в заблуждение. Теперь уже новосибирскому УФАС предстоит оценить нынешнюю акцию ритейлера. В связи с вашим обращением проводятся необходимые мероприятия с целью установления наличия или отсутствия признаков нарушения. Сейчас пока они не закончены, сказать о том, есть ли нарушение закона о рекламе или нет, не представляется возможным. Если МВидео впадет в немилость к УФАС, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Одно можно утверждать наверняка. Акция «Рассрочка 0,025» выглядела бы честнее и прозрачней, если бы люди уже на старте, а не у кассы, понимали, что к вырезке выгодного предложения добавят еще и костей. Если ваши гражданские права нарушены, если ваша жизнь и здоровье угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.